Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели». Я журналист Белла Кварчия. Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц вернулся на этой неделе из Москвы, где находился с рабочим визитом. Поездка была связана с работой межправкомиссии. Прежде всего на встрече шел разговор о реализации инвестиционной программы прошлого года, а также планах и возможностях на следующий год. В ходе переговоров была достигнута договоренность о пролонгации выпад по экспортному железнодорожному кредиту. Вы знаете, что на последней встрече наших глав государств в декабре месяце один из вопросов, который Раул Джинкович поднимал перед Владимиром Владимировичем, был вопрос реструктуризации этого кредита. После этих встреч были даны соответствующие поручения правительству Российской Федерации. Раул Джинкович дал нам соответствующие поручения, и мы начали переговорный процесс с российскими коллегами. Я сегодня со всей ответственностью могу заявить, что результат есть. Наши коллеги пошли нам на встречу. В результате рабочих встреч был выработан обоюдный график реструктуризации. Мы реструктуировали этот кредит до 29-го года и сняли пиковые нагрузки на наш бюджет на этот год и последующие. Если говорить о прежнем графике, для понимания просто возьму отсечку одного года. На этот год нам по прежнему графику мы вынуждены были платить более 350 миллионов рублей. С учетом утвержденного сегодняшнего графика платежи снизились в разы. То есть, пролонгировав его до 29-го года, нагрузки на наш бюджет в разы снизились, что позволит нам более рационально использовать те сеансовые средства, которые появляются у нас вследствие нашего экономического роста и наших возможностей. Это протокол уже подписан. Нами уже он был внесен в народное собрание на ратификацию. То есть, для понимания, мы сняли эту нагрузку, которая лежала тяжелым временем на наших бюджетных возможностях, на нашем бюджетном процессе. И считаю это хорошим результатом. И должен отметить очень положительную работу, динамичную работу правительства Российской Федерации, которая очень оперативно реализовала поручения президента Российской Федерации. И с нашей стороны Министерство финансов тоже выполнило все обязательства. И на сегодняшний день документ подписан. В понедельник в Москве прошло Министерство финансов подписание этого протокола. И я, как говорил выше, сегодня этот документ находится на ратификации в Народном собрании. Мы ждем ее ратификации в ближайшую среду. Расширенное интервью о рабочей поездке премьер-министра Абхазии Беслана Барциц в Москву смотрите в нашем вечернем эфире. На этой неделе общественность Абхазии активно обсуждала тему воспитания подрастающего поколения. Вопрос приобрел актуальность из-за нескольких фактов, имевших место практически одновременно. Это нашумевшая история с видеороликом, снятым в одном из классов Гагарской средней школы номер один, где учащиеся продемонстрировали полное пренебрежение и неуважение к педагогу. Еще один факт распространения игр, толкающих детей и подростков на опасные поступки. Госстандарт республики объявил, что будет изымать из продажи жевательную резинку, посредством которой молодежь, подростки и дети получают определенные, зачастую опасные задания. По всем этим случаям шли бурные дискуссии в обществе, социальных сетях. Накануне в средней школе номер 4 прошло совещание с участием представителей Минобразования, правоохранительных органов, руководителей и педагогов столичных школ и других специалистов. Взрослые попытались выработать механизмы, которые смогли бы противодействовать вовлечению детей в эти игры. О чем говорили участники совещания и каким выводом пришли, напомнит Рината Шакая. В соцсетях России в конце января, в начале февраля стали появляться многочисленные посты о новой опасной виртуальной игре среди подростков «Синикит». Российские СМИ подхватили тему, констатировав, что явления действительно существуют. Игру называют возрождением так называемых групп смерти, которые сполошили общество в прошлом году. Организаторы игр, как сообщалось, были разоблачены и задержаны правоохранительными органами. Как выясняется, игры с подростками в соцсетях после ареста администраторов суицидальных игр не только не прекратились, а вышли на новый уровень. Так что это за «Синикит» и почему вокруг него такой ажиотаж? Новую игру, а точнее посты в группах в соцсетях сопровождают странные картинки с китами, плывущие в океане с хэштегами «Синикит» – «Разбуди меня в 4.20». По большому счету, это одна и та же игровая модель. Особенное распространение такие хэштеги получили в России и некоторых странах ближнего зарубежья. Установлено, что доступ к этим группам строго ограничен и предоставляется администраторам, подобно членству в закрытом клубе. Вступившие в группу смерти ребенок исполняют на первый взгляд безобидные задания, которые даются администраторам этой группы. На самом же деле несовершеннолетние оказываются в психологической ловушке. В сообществе смерть пропагандируется. Организаторы группы следят за поведением юных пользователей и предлагают им новые и новые задания. За отказ от выполнения которых грозится исключение из группы, либо начинают поступать угрозы о физической расправе их близких родственников. Хочу сказать, что сегодняшнее наше совещание, которое мы сегодня здесь организовали, направлено на то, что директора школ, воспитатели школ, психологи должны провести совещание с родителями, не с подростками. То есть с родителем провести совещание на то, чтобы психологи выявляли таких сложных детей. После того, как на территории нашей страны начала активно распространяться информация о том, что и до нас дошла игра синей кит, Министерство образования незамедлительно начало предпринимать все возможные меры. По мнению начальника управления образования столичной администрации Людмилы Адлиба, Вся проблема в том, что многие дети лишены родительского внимания и ищут его на просторах интернета. Наши дети ограничены в общении дома, особенно дома. Родители должны знать, чем занимается их ребенок. Вот если он много часов проводит, закрывшись у себя в комнате и пользуется интернетом, нужно просматривать его страничку. Не существует определенной категории детей, подверженных влиянию подобных игр, говорят психологи. Но дают советы о том, как с этим справиться. Психопрофилактика, именно на эту тему я занимаюсь с 5 по 11 класс. И хочу вам сказать, что действительно все дети знают об этой игре, ни для кого это не секрет. Когда я начинаю говорить, на какую тему мы сегодня беседуем, я говорю о том, что эта тема касается игромании. Они сами спрашивают, это связано с игрой «Синий кит», то есть это на самом деле не секрет для детей. Они все это знают. Но дело в том, что под это влияние попадают не все дети. Говорить, что все дети в это играют и все подвержены суициду, это неправда. Директоры и учителя школ убеждены в том, что если бы в школьных учреждениях запретили бы детям пользоваться телефонами, поддерживающими интернет, то, во-первых, ряд вопросов дисциплины в школах был бы решен. А во-вторых, у детей не было бы возможности во время урока, да и на переменах выходить в интернет. Если бы какое-то решение единое, родители собрались в одном классе, постановили, смотрю, на следующий день все дети, они хотят же контролировать, где находятся их дети. Принесли все дети простые телефоны без интернета. Тем не менее, в этом же классе, смотрю, 2-3 человека все равно опять с смартфонами. Помимо социальной игры «Синий кит», общественность обеспокоена продажей жевательной резинки, запрещенной для реализации на территории России. По сути, сама жвачка не угрожает здоровью ребенка, но поручения, указанные на оберке каждой пластинки, такого же характера, как и в игре «Синий кит». В каждой оберке расписано задание, которое должен сделать подросток. О том, как попала в Абхазию, снятая с продажи в России жевательная резинка, еще предстоит выяснить. Но сейчас не об этом. Компетентные органы сообщают местным предпринимателям, чтобы они убрали с полок запрещенную жвачку. После предупреждения начнется проверка всех торговых точек на территории Абхазии. Что делается для того, чтобы изъять? Вы знаете, что интернет интернетом, жевательную резинку ребенок покупает. А здесь поэтапно идет, вы знаете, к чему в конечном итоге приводится. По телевизору показывали, в России изымают. Вот, завозили через границу. Многие родители все проблемы связывают со школой, даже в тех случаях, где они сами должны нести ответственность за своих детей. Злосчастная игра «Синий кит» начинается в 4.20 утра. И если даже ребенок рискнет в нее сыграть, то это произойдет за пределами школы. Все сбросить на педагогов и на дирекцию школы, это неправильно, я считаю. Родители немножко должны обратить внимание на своих детей. Каждый родитель знает психику своего ребенка. И потом все говорить вот на «Синий кит» там, да. Есть дети странные, по сути, правильно? Как знает мама и папа, не знает никогда учить. У нас вот психолог ходит, слава богу, на уроки, проводит с ними беседы, работает с детьми. Если мы приглашаем на собрание классное, бывают родители 15-10 человек, да, Валентина Афанасьевна? Да. Одни и те же родители, а других даже не интересует судьба их детей. Зная менталитет нашего народа, сложно сказать, обратятся ли родители в случае чего за помощью к специалистам, к детским психологам. Но если вдруг ваш ребенок потерял интерес к учебе и занимается глупыми, на ваш взгляд, вещами, например, слушает депрессивную музыку целыми днями, пора бить тревогу. Рината Шакай, Сейда Гухава, Беслан Джинджолия, Абхазская телевидение. Разобраться в причинах того, почему дети и подростки зачастую ведут себя вразрез с традиционными для нас правилами поведения, а также понять, почему они столь ведомы в ситуации с опасными играми, мы попытались с психологом-преподавателем Сухумского дома юношества Хатунай Логуа. Смотрите запись нашей беседы, сделанную накануне. Здравствуйте, Хатуна. Здравствуйте. Хатуна, приступим сразу к нашей беседе. И хочу напомнить вам, что в начале прошлой недели, вернее, текущей недели, в соцсети был выложен ролик, который вызвал достаточно широкий и бурный резонанс в обществе. В ролике подросток неуважительно повел себя по отношению к пожилой учительнице. Все это происходило в Гагарской школе номер один. Не буду говорить подробности, потому что у всех эта история была на слуху. После этого подключилась мена образования, провели совещания, встречи с родителями, с руководством школы и прочее, был разбор полетов. Но все-таки каждый давал свои оценки. Кто-то винил детей, кто-то взрослых, школу, родителей, какие-то структуры. Кто-то говорил об отсутствии идеологии и всяких других вещах. Идеологии в государстве, то, что мы не поддерживаем, не развиваем абсур, не преподаем абсур. И вот на эту тему было очень много разговоров. И как психолог, как бы вы могли оценить этот случай? Я пока проясню для начала свою позицию, потому что я всегда на стороне детей, всегда в любой ситуации. Но тут, на самом деле, очень такая непростая и очень показательная ситуация, показательный случай, потому что он такой симптоматичный, на мой взгляд. И я бы не стала говорить о виноватых, потому что, на самом деле, очень неприглядная картина была. И, ну, действительно, тут уже, как говорится, без комментариев понятно, да. Но если посмотреть глубже, чего за этим стоит, и как вообще такое стало возможным. Ты упоминала про то, что кто-то говорит об отсутствии идеологии. И, то есть, это, наверное, такие вот ностальгические нотки по советской школе. И, на самом деле, ну, я придерживаюсь того мнения тоже, что лучше плохая идеология, чем полное ее отсутствие. И если говорить о детях, конечно, мне кажется, я еще раз говорю, я не знаю детей. Это, конечно, такая очень, скажем так, рабочая версия, да. То есть, я так думаю, мне так кажется, да. Но если говорить о детях, то, скорее всего, конечно, имеет место, есть такое понятие, как нравственная дезориентация. Есть понятие нравственный дефект, это когда у человека просто нету совести, стыда, нет понятия чести, и он не приносит его в контакт с окружающими. А есть понятие нравственная дезориентация. Это когда у человека, у детей очень часто сбиты вот эти ориентиры просто потому, что, ну, им не втолковали как следует, что такое хорошо, а что такое плохо. И тут, конечно, говорить о том, что да, они однозначно в этом виноваты, но я бы точно не стала. Потом раздавались еще такие голоса, что, типа, почему никто не остановил. Ну, если немножечко понимать про подростковую психологию, то основной тенденцией у подростков является тенденция группировки, группирования. Ну, вот группа, если сказать, такой статности. И очень часто дети, они реально, вот они совершают какие-то жестокие даже поступки, злые поступки. И вот самое глупое при этом спрашивать у ребенка, зачем ты это сделал. Он не знает, зачем он это сделал. Ну, не знает он этого, понимаешь? И поэтому эти поступки, они такую вот имеют тенденцию заражения, такой цепной реакции. Ну, реально, вот статности, да? Вот он, тут вот этот вот мальчик, который, ну, вот лидирующую роль в этом событии играл, вот, и он подцепил, и за ним вот тут в это время глаз вот этот превратился в такую маленькую стаю. И это на самом деле страшно, ну, и неприглядно. Но мне кажется, что прежде чем, ну, тут точно ответственность лежит, может, даже в большей степени на, точно на взрослых. И я приношу глубокие, я правда не хочу никого обидеть, и не учителя, который, ну, вот у меня было такое-то самое, ну, чего же она стоит, почему она не выходит из класса? Ну, потому что она несет вот равную ответственность за этот случай безобразный, если не большую. Ну, хотя бы потому, что она взрослая, и она педагог. И не должно быть такого, ну, это правда неправильно. Катуна, понятно, педагог растерялся, может быть, вот эта шалость, которую она привыкла видеть, она не оценила, и что это перешло какие-то рамки. Но взрослые, которые, я имею в виду, находятся дома, родители, да, они же должны, наверное, должны, это такое слово, да, должны, как-то направлять своих детей, чтобы такие поступки были неприемлемы. Скажем так, вот чем они могут направить? Только словами, получается, что это, как бы так, в пользу бедных, да, скажем так. Кто-то вот в каком-то разговоре, кто-то сказал о том, что самая лучшая рекомендация, самое лучшее воспитание – это собственный пример. Вот вы согласны с этим? Абсолютно, потому что ребёнок растёт и формируется вот на этом поле, в этой среде, которую создают родители. И когда я сказала, что их не научили, вот они, у них такая нравственная дезадаптация, ну, именно в семье ребёнок получает первые уроки нравственности, ну, грубо говоря, что такое хорошо, что такое плохо. Конечно, в семье. И потом уже при дальнейшей, да, социализации, когда у ребёнка расширяется, это уже, там, не знаю, детский сад или школа, и там тоже. Но сегодня вот говорить о том, что это вина школы тоже, потому что абсолютно согласна, при отсутствии идеологии, при отсутствии такой чёткой единой линии идеологической, да, воспитательной, К сожалению, школа сегодня лишена многих рычагов, потому что было, когда учились мы с тобой, была пионерская организация, была комсомольская организация, и мы действительно, и это действительно держало в тонусе, потому что в случае чего могло быть устроено комсомольское собрание, и мы правда этого боялись, и это было таким мощным, сдерживающим и воспитательным фактором. Сегодня этого, к сожалению, нету. Я не говорю о том, насколько хороша там коммунистическая, комсомольская идеология, но ещё раз, лучше самая плохая идеология, чем полное её отсутствие. Потому что у школы нету рычагов сегодня. Одно, а второе, вот эта грустная, печальная тенденция, которую я наблюдаю, иногда создаётся ощущение, что между школой и детьми, и их родителями идёт такая война. Да, я представляю сейчас, какую бурю возмущения вызовут мои слова, но молчать об этом дальше, ну просто даже неправильно, нельзя. Потому что я наблюдала картину, когда родитель, выходя из класса, из кабинета зауча, который посмел сделать замечание ребёнку, при ребёнке, выходя из кабинета, посылает зауча к чёрту при ребёнке. Ну о чём можно потом говорить? О каком авторитете? То есть, и идёт такой пинг-понг, да, взаимное спихивание ответственности. А мне кажется, что надо вот заключать мир уже, кончать воевать и понимать, что речь идёт о благополучии детей. И надо объединяться. Потому что сегодня, я не знаю, это на самом деле вопрос, требующий более глубокого изучения, потому что какие-то механизмы на самом деле дают сбой. И это действительно предмет глубокого психосоциального исследования. Вот у Хатуна возможно, что игра «Правда или действие», которая появилась на обёртке жевательной резинки, один из способов продвижения товара. Но, однако, многие расценивают, что влияние, которое эта игра оказывает на детей, на психику детей, на их поведение, можно как бы расценивать неоднозначно. Тем более, там, некоторые проводят аналогии с такой вот более зловещей игрой, как это «Синий кит», где там реально есть жертвы этой игры. Почему, на Ваш взгляд, проблема детского, подросткового, психического здоровья, проблема устойчивости психики детей, психики подростков получила актуальность сегодня? Одно замечание по поводу того, что называя, ты как бы провоцируешь, абсолютно нет, потому что это именно тот случай, именно та тема, о которой надо говорить открыто и прямо. И вот эти все полунамёки, полумеры, они, может быть, ещё даже больше могут спровоцировать. Потому что, я ещё раз говорю, если кто-то пытается с ребёнком поговорить на эту тему, то об этом надо говорить открыто и прямо, и честно. И тема, ну, абсолютно не нова, она действительно стара, как мир, и проблемы суицидальности, особенно подростковой и детской, она это точно не сейчас начало. Почему сейчас об этом так? Ну, потому что с распространением глобальной сети, интернета и средств массовой информации, об этом просто это приняло такой вот массовый характер. А так, в принципе, все эти группы, которые организовываются в ВКонтакте, ещё в каких-то там соцсетях, они работают абсолютно по принципу сект. Вот абсолютно, никакого различия нету, просто форма. Тот же Фрейд говорил, что как убийство не может быть оправдано и должно быть предотвращено, точно так же самоубийство, это как изнанка убийства, тоже не может быть оправдано и должно быть предотвращено. Но просто я хочу сказать о том, что не всегда, то есть не очень драматизировать и не очень... Потому что это всё, ну, я понимаю, это страх, это паника. И то, что сейчас у нас получило это вот, к сожалению, тоже распространение, ну, ну да, да, и мы, ну, в этом смысле у нас тоже, мы тоже часть, да, вообще всего человечества, и мы тоже подключены к этой глобальной сети. На всякую условную жертву всегда найдётся условный тиран или палач. Это просто, на мой взгляд, просто, ну, вот теперь такая форма. И да, она опасна тем, что она очень, очень вот легко доступна и широко распространена. То есть одновременно, одномоментно может охватить очень большое количество людей. Хатуна, ну всё-таки почему подростки, именно подростки, столь уязвимы, и на каких струнах играют манипуляторы? Вот в чём заключается и где эта опасность? В психологии суицидальника такая амбивалентная, двояка, да, неоднозначно. С одной стороны, есть такая безысходность и вот, и усталость, но с другой стороны, ещё недостаточно, то есть энергии для того, чтобы совершить это. И вот в этом смысле жертва, она, ну, в кавычках, конечно, не несёт такую ответственность, такой бессознательно совершает это. И когда она попадает в эту группу, то тут, конечно, это решение, оно уже, конечно, может окончательно сформироваться, и группа может даже подтолкнуть к этому. Ну, я бы хотела обязательно ещё сказать пару слов об этих группах, потому что всё не так однозначно, потому что вначале, вначале, да, вот те группы, которые были образованы, и от них потом отпочковались масса имитаторов и подражателей, на самом деле организовывали эти группы, ну, задумавшись о высокой детской и подростковой смертности, как помощь, как такого рода, да, как такого рода горячую линию, где, в принципе, пока вот начинали играть, потому что одно из правил общения с суицидальником – это не пытаться его отговорить и говорить, что как это глупо и как это неправильно, и как бы подхватывая это, да, вот его волну и выводя потом на ней, потому что очень часто, ну, чаще всего попытка суицида – это крик о помощи, это крик о спасении, потому что большинство, ну, по некоторым данным, по некоторым данным, ну, минимум 70-80% суицидентов так или иначе давали понять, давали знать о своих намерениях. Другое дело, как на это реагировали, насколько всерьез это воспринимали, поэтому вот тут это точно та тема, где ничего случайного не бывает, и всё должно приниматься во внимание. Ну, если говорить о том, на какое изменение поведения нужно обращать внимание, то есть, ну, вот если ребёнок вдруг весь такой активный, жизнерадостный, и вдруг становится подавленным, мрачным, унылым, вялым, или наоборот, то есть, если ребёнок весь такой зажатый, спокойный или вот напряжённый, и вдруг становится таким вроде жизнерадостным, всех любит, всех, и родителям может показаться в это время, что, ну, всё, вот кризис миновал, и ребёнок вышел. А на самом деле, очень часто это может быть знаком того, что кризис миновал, в кавычках, в том смысле, что человек принял решение уже, и от этого решения, то есть, вот такой положить конец, допустим, невыносимой какой-то ситуации. А ситуации могут быть очень разные, начиная от семейной, да, ситуации, и в школе, и социальное окружение, и друзья, и сверстники, и учителя. Ну, тут очень много, на самом деле, факторов, которые могут, ну, если наличие которых могут говорить о том, что ребёнок или подросток находится в группе риска. В одном пособии для, оно для школьных преподавателей, вот, чтобы помочь ребёнку, да, это такой совет, надо позаботиться о том, чтобы преподаватели были в порядке, чтобы у них был эмоциональный такой порядок, да, душевный покой. Потому что, на самом деле, если хочешь позаботиться о ребёнке, в первую очередь нужно позаботиться о себе и привести себя в порядок. Это такое вот главное правило. И плюс ещё, если говорить о том, почему ребёнок, допустим, может оказаться вот в этой группе. Так не странно это прозвучит, но очень часто ребёнок может искать там признание. Признание себя как личности, признание, которое он не получает дома, у себя в семье. Зная ещё главную такую черту, да, подросткового периода, это когда уже семья отходит на второй план, и на первый план выходят друзья-сверстники, и его вот эта вот ближайшая социальная группа, то именно в этой группе он и ищет признание. И это очень печально, потому что в этом возрасте, ну, конечно, никогда не поздно, и лучше поздно, чем никогда, да, повернуться лицом к ребёнку. Но, к сожалению, вот, к сожалению, это, наверное, маловероятно, потому что вот эта вот самоуверенность, устойчивость, да, против такого всякого рода вот рисков, она закладывается в глубоком детстве. Наверное, в себе знакома картина, когда маленький ребёнок говорит, смотри, как я умею, и там что-то там выкрутасы какие-то, это самое, и если там от него отмахнулись и не очень похвалили, он пытается любой ценой, потому что ребёнку это очень важно, важно, чтобы на него обратили внимание, чтобы его похвалили, важно, чтобы признали, что он есть, и есть такой, какой он есть. И в этом смысле, конечно, нужно, ну, не надо бояться хвалить детей, говорить им о том, какие они хорошие, они очень хорошие. Или если даже мы ругаем, ругаем ребёнка, надо обязательно по правилам, потому что, когда мы говорим ребёнку «плохой мальчик» или «плохая девочка», потому что там что-то там сломал или испортил, это в корне неправильно, потому что ребёнок принимает, то есть целиком, вот мы такой брак на личности ребёнка, потому что не плохой ребёнок, а поступок плохой. А дети иногда совершают необдуманные, даже жестокие поступки. Но это совершенно не значит, вот далеко не значит, что всё, ребёнок никуда не годен, и на нём поставить надо крест, и всё, он плохой. Потому что если ему будут твердить «плохой, плохой, плохой, плохой», он действительно станет плохим и действительно начнёт совершать такие поступки. И всё из-за того, чтобы на него обратили внимание. Прокуратура Сухума проведила группы смерти, смертельных случаев нет. Вот такой был заголовок. Так, в Сухумской школе вот в пятницу, 24 марта, прошло совещание директоров школ, педагогов, школьных психологов о проблеме подростковых групп смерти. То, о чём мы с вами говорили. Как там было заявлено, вот в частности Амина Базба, она помощник прокурора Сухума по делам несовершеннолетних, то есть случаев смерти, связанных с суицидальными группами в соцсетях за последние 3-4 месяца, не выявлено. Тем не менее, Минобразование уже сказали о том, что не рекомендуют пользоваться смартфонами, которые поддерживают интернет, ну, если это не для образования, для образовательных целей. Вот как вы думаете, насколько это оправдано и насколько это будет эффективно? Ну, спорно. Потому что, на самом деле, когда родители пытаются, допустим, контролировать ребёнка, это иллюзия. Надо быть честными самим собой, потому что невозможно контролировать ребёнка. Ну, гораздо легче. Вы знаете, это всё равно, чтобы запретить ребёнку плавать из боязни, что он утонет, вместо того, чтобы научить его плавать. Потому что единственный способ уберечь ребёнка – это воспитывать в нём устойчивость к такого рода вещам. Потому что ребёнок, который имеет принятие таким, какой он есть у себя в семье, своими значимыми взрослыми, он мало, очень мало вероятности. Может быть, из любопытства. И то это, и чаще всего так и бывает. Ну, вот поиграли, то есть, ну, да нет, нет, это не про меня, у меня другие задачи, другие цели в жизни. И единственный способ – это действительно признавать и уважать, и растить ребёнка в уважении к его личности. Ну, нету, на самом деле, других рецептов. А запрещать, нет, я не говорю о том, что надо обязательно держать, ну, как контролировать по возможности, потому что всё это, естественно, под паролем, и нету доступа. Но я думаю, что всё равно можно найти через каких, через узел. Ты знаешь, с кем общается твой ребёнок? Да, можно, можно мониторить как-то время от времени, какие у него там, допустим, посты, какие у него статусы, да, в социальной сети, какого рода это высказывание. Потом, если говорить уже об этих играх, да, то это такие ночные игры. И, естественно, заботливый родитель заметит, что, допустим, ребёнок спит дольше, чем обычно, или просыпается по утрам, ну, признаки там сонливость, вялость, синяки под глазами. Потом, тоже это общеизвестно, что они на первых порах дают какие-то там задания, которые о самоповреждении. И поэтому, если у ребёнка появляются синяки непонятного происхождения, или порезы на руках, то это, естественно, это такой сигнал, и на это нужно обязательно обращать внимание. Если, допустим, какая-то острая подкризисная ситуация, да, у ребёнка, не у такого ребёнка, вообще есть такой феномен сужения сознания. И когда кажется, что, ну, все, наверное, знакомая картина, да, вот что-то натворили, что-то страшное случилось, и страшно идти домой, потому что родители убьют. Вот если страх наказания, и риск наказания очень велик, это вот такое реактивное состояние, и оно может привести к необратимым последствиям, к сожалению, просто из страха наказания. Или если, допустим, ребёнок подвергся какому-то насилию, в том числе и сексуальному, если ребёнок подвергается систематической травле среди сверстников, тоже не редкость, к сожалению. Или если, допустим, на него возлагают слишком непомерно высокие надежды и требования, и он не очень умеет им соответствовать и не оправдывает ожидания, это тоже может сломать ребёнка. И поэтому, ну, в этом смысле, конечно, но всегда, всегда ребёнок подаёт какие-то знаки. Без реакции это не могло остаться, и поэтому вся вот эта вот волна, да, там, собраний, совещаний и так далее. Но мне бы очень хотелось, чтобы на этом точно дело не закончилось, потому что собрание провели, а проблема точно от этого не решится. Потому что надо уже, ну, уже надо было вчера, но вот пока Арбания перевернётся, к сожалению, ну, вот, дороги не видно. Но если уже говорить о том, чего можно делать, то это должно быть, ну, реально, вот в рамках какой-то государственной программы, я знаю, что я и среди моих коллег есть немало людей, которые готовы участвовать в этой программе. Ну, вот, ну, элементарно, мы готовы, потому что в процессе работы мы часто сталкиваемся с такой, ну, как бы так сказать, психологической некомпетентностью, ну, в том числе и преподавателей. И в этом смысле мы готовы, вот, даже ездить по школам, проводить лекции и занятия с преподавателями, с родителями. Катурин, спасибо за такую глубокую беседу. Я надеюсь, что информацию, которую мы все услышали сегодня, будет взята на вооружение, и, возможно, это кому-то поможет. Надеюсь, надеюсь. Берегите себя, берегите детей. Всего вам доброго. Напомню, что в нашей программе принимала участие психолог, преподаватель детского дома юношества Хатуна Логуа. И мы обсуждали особенности детской психики, то, как дети и подростки реагируют на окружающие их проблемы, и что нужно делать взрослым, чтобы не допустить опасных для их жизни ситуаций, а также воспитать из них достойных людей. На этом наша передача подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.